МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И молодые активы государственной собственности позволяют нарушать закон. Новый год, новые маразмы. Новая, как дура, стою под дна. Чем шокировали адепты секты духовных скреп в январе? Олег, протяни руку вон на нас. Годовщины обороны Донецкого аэропорта. Как у нас появились киборги? Ни плачка земли нашей украинской никто не видает. Факты, свидетельства, доказательства. Прямо сейчас в гражданской обороне. Раз, два, три, елочка гори. Ничего страшного, мы встретили Новый год. Встречайте горячие маразмы уже Нового года прямиком из России. Ха-ха-ха-ха, это просто жесть. Голодные игры. Раздача подарков от Жириновского и его партии. Олег, протяни руку вон на нас. Смотрите только в гражданской обороне. Голубые огоньки или новое дно на российском ТВ. Скажи, что ты смотрел на Новый год, и я скажу, кто ты. Уникальная семья. Оба тележурналисты, оба телеведущие. Причем одной из дождей программы 60 минут. Да-да, именно так. Российское общество разделилось на тех, кто пребывает в жутком шоке от того, что показывали в новогоднюю ночь по ТВ. И на тех, кому, по-видимому, вся эта вакханалия с просроченными сроками годности пришлась по душе. Хотя, может, у них просто не было выбора, а точнее интернета, чтобы поменять картинку. Счастье тут, счастье в каждом доме жду. Блогеры и просто неравнодушные люди заполонили интернет записями, высказываниями относительно праздничного контента на федеральных каналах. Сестра, соло! Ох, каждый год поем одно и то же, одно и то же. Да сколько ж можно на Аллу Борисовну пялиться в новогоднюю ночь? Софи Ротару, Антонова. Я как будто опять в детский сад хожу, и лица все те же. Откликнулись даже те русские, которые уже давно проживают далеко за пределами России. Все границы переходят уже, ничего ни с красотой, ни с умом, ни с естественностью. Как клоуны какие-то, да? За 30 лет на российском ТВ поменялось ровным счетом ничего. Новогодняя программа 1987 года. Алла Пугачева, Михаил Боярский. Новогодняя программа 2017 года. Алла Пугачева, Михаил Боярский. 30, мать его, лет. С такой новогодней кампанией недолго и сорваться. Ведь трезвым в таком окружении быть точно не вариант. Хотя во всем алкогольном безрассудстве Владимир Вольфович винил не жесткие реалии дня сегодняшнего. А те фильмы, на которых выросли все те же рожденные в СССР. Фильм, пропагандирующий пьянство. Никто никогда в бане не ходит под Новый год. Они все закрыты. Никто там не пьет пиво с водкой. Это все придумал кинодраматург. Ему нужен хороший фильм, заработать деньги. Парезон. А покойный ныне режиссер Эльдар Рязанов, который хотел показать и высмеять другие пороки советов, остался непонятым Жириновским, который усмотрел в самом популярном советском новогоднем фильме ярую пропаганду алкогольных напитков. Рост алкоголизма в стране, так сказать, это влияет. Подобного рода фильмы. Это культ, культ пьянства, а не хорошая, добрая комедия. Наверное, он давно не смотрит первые каналы России, на которых показывают нечто более вопиющее. Хотя если на время отвлечься от телевизора и выглянуть в окно, там народ России тоже ничего радостного, к сожалению, не увидит. В российском городе Курске местные жители устроили давку в борьбе за бесплатные новогодние подарки, которые раздавала партия Владимира Жириновского. Олег, протяни руку, вон на нас. Как видно на кадрах, в борьбе за подарок россияне матерились и толкались, не обращая внимания на детей. Судя по видео, жителям города давали календари, конфеты, блокноты и кепки. Новогодний испуг или первое потрясение Нового года. Что-то подобное испытал чуть ли не каждый второй житель Южно-Сахалинска, пришедший на площадь, где была установлена городская елка. Раз, два, три, елочка, гори! В небольшом фост-пажор просим вас отойти от елки. Дорогие друзья, шире, шире, шире отходим от новогодней елки. Как самая популярная и волшебная фраза Деда Мороза стала реальностью в прямом смысле этих ужасающих слов. Уводим оттуда детей и самое главное, дорогие друзья, сделали 30 шагов, 30 шагов от новогодней елки. Пожар разгорелся нешуточный. Но новогодняя праздничная программа «Веселись, танцуй и пой, русская душа» на этом не закончилась. Давайте все вместе пошумим, вы готовы? Раз, два, три! Больше шума! Елка продолжала гореть под хиты Антонова, пока от праздничного дерева остался один каркас. Местные жители по горячим следам уже переделали главный хит этой поистине зажигательной ночи. Так песня «Летящий походка» и приобрела несколько иной смысл. Я буду выделять свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. В этом видео прекрасно все. Начиная от слов девочки про какие-то дома культуры... Две тысячи домов культуры. Да, вот у нас в городе отремонтировали. Дедушка, но это ведь не ты? Я помню, мы с папой письмо в Единую Россию отправляем. Там же нет Деда Мороза. Заканчивая непонятным бредом, который так и льется из уст Деда Мороза. Ты же все можешь, Дедушка. Смотря что. Ты спроси. Я думаю, все. Но главное во всем этом то, что Дед Мороз оказывается единоросс. Хотя можно было и сразу догадаться. Это просто жесть. Сказочный персонаж – герой детских мечтаний и фантазий. Встреча с ним наполнена волшебством, а подарок, который дети получают за хорошее поведение, ожидается в течение года. Но не в России. Тут дети ждут более осязаемых действий от Деда Мороза. Такое впечатление, что больше о населении в стране и подумать некому. Целевая группа, такая как дети, она хорошо работает для мобилизации избирателей. Фактически дети для современной российской пропагандистской машины – это такой же канал коммуникации, как интернет, как телевидение, как газета. Невзирая на то, что это живые люди. Дед Мороз – единоросс. От него ждут поддержки и политической агитации. О чем только думали политтехнологи, когда придумывали такой убогий ролик. А сможешь сделать так, чтобы он стал президентом? Ведь в городе у нас так хорошо стало. А как вам такое? Коммунисты, они же-ярые атеисты, поздравляют жителей России с Рождеством. Рождество – праздник, устремленный в будущее. Рождественское обращение Геннадия Зюганова. Вот что выборы животворящие с политиками делают. Первым коммунистом на планете был Иисус Христос. Они и праздники, чуждые их политической ориентации, начинают праздновать. И с народом при каждом удобном случае заигрывать. Коммунизм, атеизм фактически смешивается сегодня с религией, ничего удивительного нет. Сегодня никто не задается вопросом, что это просто дурдом, что почему лидер КПРФ Зюганов, он же коммунист, он же атеист, как он может поздравлять с христианскими праздниками? Хотя, по-честному, в 18-м удивил не только Зюганов, но и ВВП, который на федеральном канале в Старый Новый год сравнил Ленина в Мавзолее, прости господи, со святыми мощами. Вот смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Ну, чем это отличается от мощей святой для православных? Да, вот просто для христиан. Дмитрий Песков не считает сенсацией сравнения Мавзолей Ленина с почитанием мощей святых. Как выразился пресс-секретарь президента, Путин неоднократно делал заявление в этом русле. Вот коммунистическая идеология, она очень сродни христианству на самом деле. Свобода, братство, равенство – это справедливость. Это же все заложено в Священном Писании. Ученый-библеист и профессор Ан Андрей Десницкий прокомментировал высказывание Путина, назвав его крайне некорректным, поскольку, по сути, это совершенно разные вещи. Ленин, в конце концов, был атеистом пламенным и человеком, который, собственно говоря, сделал все, чтобы в России этот атеизм насадить. Наверное, если бы ему самому сказали, что его погребения будут сравнивать с мощами христианскими, то он был бы очень недоволен этим обстоятельством. Главный вопрос, к чему были сказаны эти слова, ведь в Кремле ничего просто так не происходит. Когда я приходил в церковь в середине 80-х годов, мы очень четко видели практически все, что это две противоположные идеологии, которые явно отрицают друг друга. А сегодня коммунистическая идеология и православная атрибутика прекрасно уживаются, и во многих головах это сегодня действительно так. Вот у нас всегда все самое лучшее, и при Ленине, и при Сталине, и теперь особенно, ну и православие тоже где-то тут сбоку бантик. В России все смешалось. Коммунисты, вера, люди. Кремль запутывает людей, заставляет их цепляться за какие-то вымышленные, несуществующие идеалы и тренды. А кодекс строителей коммунизма, это, сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали. Это такое мракобесие, которое, впрочем, нравится народу, если не разжевывать, не объяснять. Сейчас мы видим, что все сбрасывают в такой оливье, как в Новый год любят есть. И, соответственно, обычный россиянин это оливье ест. А пока зашуганные и нищие люди смотрят на власть имущих, те спокойно пилят бюджеты, которые предназначались на образование, медицину и, да, развлечения. Чите на главной площади распилили бабосики на детских горках. Смотрите, какие они огромные. Вместо привычных высоких ледяных красавиц в этом году гости площади Ленина видят маленькие. Местные жители возмущены. Раньше они приходили отдыхать и веселиться на площадь всей семьей, а теперь только детей приводят. В этом году вообще ужасные горки, только для детей птишек. Чиновники постоянно жалуются на нехватку средств, но не в своих карманах, а в местных бюджетах. Поэтому народ России вынужден убирать снег газонокосилками, посещать городские малобюджетные праздники и вообще довольствоваться тем, что дают. А дают, как мы видим, все меньше и меньше. Мир бунтует. А Ким Чен Ын снова угрожает ядерной войной. Ядерная кнопка всегда у меня на столе. Они должны четко осознавать, что это не угроза, а реальность. Братья по коррупции. Что касается этих людей, да, это мои хорошие знакомые, друзья. Как вся великая работает на ближайший круг Путина. Им отдают самые оживные активы государственной собственности, им позволяют нарушать закон. Годовщины обороны Донецкого аэропорта. Как у нас появились киборги. Ни плачка земли нашей украинской никто не виддает. Факты, свидетельства, доказательства. Прямо сейчас в гражданской обороне. Крестный отец по-русски. Один скрипач напел на 2 миллиарда евро. Все деньги в семью. По поводу Екатерины Тихоновой, так же, как и по другим, возможно, моим родственникам и дочерям. Кто они, дети Путина? Они у меня никогда не были звездными детьми. Загадка, над которой бьются журналисты всего мира. Попытка раскопать данные о дочерях Путина смертельно небезопасна. Из-за этого он просто убит. Зятья первого лица государства, которые запросто становятся долларовыми миллионерами. И это правда. И друзья детства, которые являются главными хранителями сокровищницы нового Владимира Великого. Что касается этих людей, да, это мои хорошие знакомые, друзья. Вот мне кажется, пришло время снять фильм «Одиннадцать, двенадцать, тринадцать друзей Владимира Путина». Ближний круг – понятие, которое очень хорошо известно правящей верхушке Кремля. Они зарабатывали свои капиталы, некоторые из них еще до того, как мы были знакомы. Для многих ближний круг – это в первую очередь семья. Но для кремлевских обитателей это достаточно широкий круг приближенных. Ведь украденные миллионы ежедневно превращаются в миллиарды, которые надо распихивать по кормушкам, офшорам, сейфам и фирмам. Поэтому я думаю, что для Навального и для других расследователей большое поле, можно сказать, почти непаханная целина. Есть что расследовать и очень надолго. Кто же они? Те, в чьих руках сосредоточено большинство украденных богатств России. У новой российской аристократии, нового российского дворянства. А вход туда вот через попадание в ближний круг. В ближний круг российского президента, либо тех, кто входит в этот ближний круг. В нашей программе мы уже не раз с головой погружались в незаконную деятельность так называемого кооператива «Озеро». Оценили не только кулинарное мастерство личного повара президента РФ, но и его умение освоить миллионы для своего шефа. Это его компания регулярно обслуживает крупнейшие мероприятия, вроде Сочинской Олимпиады или недавнего экономического форума в Петербурге. Ему передается обслуживание всех военных городков в стране. Поверьте, это огромная сумма. Военных городков ведь сотня, а может быть тысяча. От развода со своим бывшим супругом Людмила Путина тоже получила сказочное богатство. Людмила Путина вышла замуж за калининградца, на 20 лет моложе себя. Это выяснилось в здании «Собеседник» и подтвердили ФБК. Избранником Путина стал такой себе Артур Очередный. Главная должность Артура Очередного – это руководитель Центра развития межличностных коммуникаций, который находится под негласным патронатом Людмилы Путиной. Никому неизвестный фонд, который возглавляет новый муж Людмилы Путиной, оказалось, имеет немало недвижимости. У Центра два офиса – на воздвиженке в центре Москвы и в Калининградском парке «Юность». Московский особняк стоит миллиарды рублей и в основном сдается в аренду. Кроме этого, бюджет фонда постоянно пополняется за счет щедрых пожертвований, приближенных к Кремлю бизнесменов. В частности, Татьяна Шестакова, жила друга детства и спарринг-партнера президента подзюдо Василия Шестакова. С Людмилу Сану у меня очень добрые отношения, дружеские, мы с ней регулярно видимся. Семья Путина редко попадает на первые полосы газет, особенно российских. Покой родных охраняется как самое ценное, ведь информация о близких поможет понять, как распределяются финансовые потоки. Двоюродный брат Путина Игорь, вице-президент мастер-банка. Двоюродная племянница Путина Вера, член совета директоров Ганзакомбанка. BBC посчитала, что общее состояние Путина по состоянию на 2016 год составляет свыше 20 миллиардов долларов. Это деньги вложены в активы, это в первую очередь недвижимость в Европе. О некой связи Владимира и Алины ходят слухи уже давно. И появляются они не на ровном месте. Президентские награды, немыслимые назначения и нескрываемые томные взгляды. У тебя есть любовь? Я говорю, в каком смысле? Ну ты любишь кого-нибудь? Я говорю, ну да. А тебя кто-нибудь любит? Я говорю, да. Он, наверное, решил, что я зверил со всеми. То есть, ну, это является весьма популярной версией в СМИ, в российских электронах, о том, что у Кабаева был роман с Путиным, якобы у него от этого романа родилось двое детей. Мы этого не знаем. Сегодня Кабаеву руководит национальной медиагруппой. Место председателя Совета Кабаевой уступил племянник личного друга Путина Юрия Ковальчука. Так что пропагандистские СМИ в надежных руках семьи. Я считаю, например, это лично мое мнение, что телевидение, ну, не то что воспитывает, но телевидение у меня очень много чего навязывает нашему обществу. Правильно. А зачем навязывать обществу, что пенсионеры должны жить хорошо, как, например, бабушка Алины Кабаевой? Ей под силу, например, купить элитное жилье в Москве, на Арбате и в Питере с видом на Петропавловский собор. Если сложить, то общая площадь этих квартир составит 812 квадратных метров. Естественно, подконтрольные Кабаевой и Кремлю СМИ об этом и не вспомнят. Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой. Они никуда не лезут. Точно так же нежелательно упоминать в прессе тот факт, что Екатерина Тихонова имеет самое близкое отношение к семье Путина. Говорить о том, где там конкретно мои дочери работают, чем они занимаются, я никогда не делал этого и здесь не собираюсь делать и сейчас. То есть на этом полное табу, и мы не видим даже попыток среди российских журналистов что-то раскопать. Это просто небезопасно для жизни, раскопать о семье Владимира Путина и о его дочерях в частности. Правда за семью печатями, которая все равно потихоньку вылезает наружу. Всем приходится нелегко, а вот у дочери президента, я скажу это сразу, дела идут только в гору, несмотря ни на какой кризис. Они делают первые шаги своих карьеров, но добиваются хороших успехов. Ей 31 год, и как сказано в Википедии, она российский общественный деятель и управленец. В МГУ она не последний человек. А еще Екатерина отвечает за грандиозный по масштабам инвестиционный проект по созданию научно-технологической долины в Москве на Воробьевых горах. Я ими горжусь. За последние 20 месяцев фонд дочери президента Путина получил пожертвованиями и подрядами минимум 877 миллионов рублей. Но чем занимаются ученые долины, так и непонятно. Ведь о результатах их работы на сайте этого проекта не говорится. Что касается проекта, о котором вы сказали по университету, она заключается в чем? В том, чтобы совместить возможности нашей высшей школы и науки с потребностями крупных наших предприятий и народного хозяйства. 34-летний российский бизнесмен Кирилл Шамалов является долларовым миллиардером. Как-то быстро господин Шамалов-младший стал миллиардером и вошел в списки форм. Скорее всего, главным активом молодого миллиардера является его жена. Не удивляйтесь, ведь он муж той самой Екатерины Тихоновой, которая, по всей видимости, является младшей дочерью президента РФ. Он передал своему прекрасному взятию 2 миллиарда долларов из фонда национального благосостояния. Это иллюстрация того, каким образом можно быстро становиться одним из богатейших людей в России и как можно быстро делать карьеру. Прямое родство или дружба, проверенное годами, это, конечно же, золотой ключик не только в плане открытия неких денежных шлюзов, но и залог быстрой и успешной реализации проектов и последующего карьерного роста. Все олигархи являются, по сути, держателями. Им дают просто поддержать. И если муж дочки Путина резко увеличил свои капиталы, это не значит, что это он увеличил свои капиталы. Просто ему доверили их поддержать. Он вошел в доверие. Но семья – это еще не все держатели богатства. Есть так называемые друзья детства и молодости. Например, такой себе Петр Колбин. Долгие годы его даже по имени никто не знал. Кремль заявил, что этот Колбин им не знаком, и к Путину он не имеет никакого отношения. Оказывается, Петр Колбин – друг Путина с самого детства. Их отцы познакомились еще в далеком 54-м, когда будущему президенту РФ было всего два года. Виктор Колбин знакомится с семьей Путиных. Они снимают комнату в доме колбинской тетки. Главы семей – оба фронтовики, оба были ранены под Ленинградом. Владимир Спиридонович Путин и Виктор Иванович Колбин быстро нашли общий язык. Избрание Путина президентом превратило Колбина в успешного бизнесмена. В 90-е Петр работал в Питере мясником, а в 2005-м он уже крупный акционер далеко не последней компании в России. Он скорее человек, которому очень сильно доверяют, доверяют подписывать документы в том числе, но он не принимает ключевых решений. На данный момент Петр Колбин занимает 179-е место в списке «Форбс» 200 богатейших бизнесменов России. Издание оценивает его капитал в 550 миллионов долларов. Из этого кошелька Путин оплачивает свои личные расходы. Например, Колбин вместе с другим акционером Гунвора Геннадием Тимченко купил на Старом Арбате две элитные квартиры, после чего передал их женщине по имени Анна Зацепилина, которая оказалась бабушкой Алины Кабаевой. Дорогой друг, и такой он у Путина не один. Есть еще, например, Сергей Ралдугин, крестный отец его старшей дочери Марии. Виолончелист обнаружен. Друг детства Путина, у которого на счете было 2 миллиарда долларов. Вроде бы человек из творческого мира, и тут вдруг раз и засветился в таких вот офшорных списках. Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию. Виолончелист Ралдугин не в состоянии был заработать 2 миллиарда долларов, даже если ты лучший виолончелист во вселенной. Ротенберги, ковальчуки и другие. Они все вольготно чувствуют себя в стране, где правит он. Компенсации за санкции из российского бюджета, которые получили друзья Кремля, лучше всего характеризуют абсурдность, жестокость и безразличие режима по отношению к своему народу. То есть те санкции, которые были введены против них, значит, там их потери теперь уже компенсирует родовое российский потребитель. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. В случае с Владимиром Владимировичем эта народная мудрость не действует. Скорее в Кремле живут по другим законам. Имей 100 друзей, которые будут хранить твои 100 рублей. Он должен вам сказать, что мне не стыдно за моих друзей. Смотрите далее в гражданской обороне. Как страна-скреп теряет своих союзников. А значит, в скором времени российские новости для молдаван будут под запретом. Страна-агрессор на международной арене. Куда ни кинь, всюду клин. Фактически Россия потеряет крупного геополитического союзника в целом регионе. Непрошенные гости. Российским пропагандистам в Европе не рады. Чем вызвана такая чистая воды русофобия? Друзья на веки или от диктатора диктатору. Путин хвалит Ким Чен Ина. Грамотный и зрелый уже политик. Паркал, пистолетов! Паркал, пистолетов! Это видео начало 18-го. Иран. Протесты на улицах набирают силу. Ведь впервые за 40 лет иранцы противостоят всему режиму. Сейчас это люди против режима. Разъяренная толпа сметает все на своем пути, требуя отставки властей. Только в первые дни столкновений 20 погибших. Иранцам есть что сказать по поводу экономической ситуации в стране. Они хотят, чтобы их требования выполнили, чтобы сделали то, что обещали на выборах. Мирные протесты начались 28 декабря 1917-го. Поводом стало повышение цен на яйца. Однако вскоре годами копившийся гнев переполняет чашу. Протестов такого размаха Иран не видел 40 лет. Причины эксперты называют ужасную бедность, тотальную коррупцию и безработицу. На улицы выходят в основном те, кому нет 30. По статистике, каждый третий молодой человек в Иране безработный. Среди прочих в толпе протестующих звучат и лозунги «Смерть России». Иранцы гибнут за чужие интересы в соседней Сирии. И, естественно, часть вины возлагается на Россию. Потому что Россия, вот начать от Ирана, не проводит наземные операции. Естественно, основные потери и самые кровогритные, в общем-то, бои ведутся как раз таки иранской армией. Ненавидеть РФ иранцам есть за что. Россия – главный союзник правящего режима Айатол. Именно самая духовная ведет войну в Сирии вместе с Ираном. Снабжает страну ядерными и ракетными технологиями. В итоге, вместо западного вектора развития и процветания – беспросветная нищета и груз-200. Это почти хрестоматийная картина восстания угнетенного народа против своих диктаторов. Российские СМИ, естественно, во всем поддерживают правящий режим. Вслед за иранским диктатором пропагандисты Кремля поспешили обвинить в организации протестов США. Именно американцев иранские власти назвали зачинщиками беспорядков от официальных лиц Тегерана. Уже звучали обвинения в адрес Вашингтона, Лондона, Оррияда. Догадки, похоже, небезосновательны. А в качестве главного доказательства американского заговора приводят твит Дональда Трампа. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека. Настало время для перемен. Дональд Трамп, президент США, в Твиттер. Лидеры Ирана и Кремль уже отыскали в них наколотые апельсины. Это, опять-таки, конспирация, это любимая тема диктаторов, что якобы вот нас народ любит, а нас пытаются свергнуть извне. Сегодняшний режим Ирана один из немногих дружественных РФ. И масштабные протесты – тревожный звоночек уже для российского авторитаризма. Если сейчас пошатнется единственная структура в Иране, то фактически Россия потеряет крупного геополитического союзника в целом регионе. Один за одним тревожные звонки поступают в стране-агрессору и из Молдовы. Начал с Москвой, закончил с Москвой. Кажется, если бы на то воля президента Молдовы, то Игорь Дадон и вовсе Москву не покидал бы. Так и жил бы в Белокаменной рядом с обожаемым им лидером Скрипоносной. Владимир Путин – это друг молдавского народа. Всеми силами пророссийский президент Молдовы защищает интересы РФ. Я считаю, что де-факто Крым российский, юридически непризнанный Западом на данном этапе. Но вот у молдавского парламента взгляд на отношения с самой духовной совсем иной. Суждение резонансного закона здесь, в Конституционном суде Молдавии, шло не больше часа. Как и ожидалось, судьи, не задумываясь, утвердили очередное отстранение президента. Это уже третье временное отстранение от власти пророссийского Игоря Дадона. Президент Молдовы Игорь Дадон отстранен от должности. Сперва глава Молдовы отправил большую группу членов правительства в отставку. Затем заблокировал назначение нескольких министров и вице-премьеров, которые были предложены правящей коалицией. Президент больше смотрит на свою страну как на колонию Москвы и готов подыгрывать Кремлю во всех его начинаниях. Пока Игорь Дадон прислуживает Кремлю, демократический парламент ищет всевозможные пути для развития страны в западном векторе. Так в июле 17-го коалиция выступила с требованием вывести войска РФ из Приднестровья. Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. В декабре 17-го молдавский парламент вынес на рассмотрение закон о запрете российской пропаганды. Дадон снова возмутился. В результате Конституционный суд отстранил президента Марионетку от должности, а закон приняли. Четыре года назад что-то подобное в Молдавии уже было, когда в республике перестал вещать канал «Россия-24». Теперь прозападные силы хотят запретить телетрансляцию всех российских новостных и аналитических программ. 24 часа в сутки российская пропаганда работала специально на жителей Молдовы. Солдаты Киселев ТВ завели привычный вой. Один из самых рейтинговых телеканалов республики – РТР Молдова. Новости, аналитика, развлекательные передачи. Работы 24 часа в сутки. Смотреть этот канал, как и другие российские, для молдаван уже традиция, которую сегодня пытаются нарушить. Итак, несмотря на пророссийского до мозга костей президента Дадона, правительство и парламент Молдовы делают все возможное, чтобы, наконец, избавиться от щупалец Москвы и идти своим собственным путем. Бороться с пропагандой РФ решили и во Франции. 3 января 2018-го на встрече с журналистами президент Макрон заявил, что вскоре примет закон, направленный на борьбу с фейковыми СМИ и агентами дезинформации. Наглость, бесцеремонность и крайняя лживость российской пропаганды, она подталкивает западные страны к поиску неких путей борьбы с этим. Напомним, в мае 2017-го в Версале во время совместной пресс-конференции с Путиным французский президент назвал российское издание «РТ» и «Спутник» органами влияния и лживой пропаганды. Когда пресса позорно распространяет то, что противоречит истине, они не являются журналистами. Это агенты влияния. Россия сегодня и «Спутник» были агентами влияния в ходе этой кампании. Они неоднократно распространяли обо мне и о моей кампании то, что противоречит правде. Борьбу с пропагандистами самой духовной продолжили в Латвии. Мы открыты, я ничего не совершала противозаконного, поэтому... И чем вызвана такая чистая воды русофобия? Сказать слово «русофобия» в камеру для солдата Киселев ТВ – дело святое и прибыльное. Стало известно, что в Риге задержана Ольга Курлаева, сотрудник ВГТРК. В ближайшие часы ее должны отправить в Москву. Российскую пропагандистку, сотрудницу ВГТРК Ольгу Курлаеву, обязали покинуть территорию Латвии в течение 24 часов. Журналистка ВГТРК Ольга Курлаева вернулась в Россию, о власти Латвии выдворили ее из страны. У меня отняли телефон, у меня отняли все. У меня есть 10 минут, чтобы соблюдать. Мужа Курлаевой Анатолия, продюсера ТВЦ, выдворили из страны на день раньше. Он оказался в черных списках иностранцев с 15-го года. А получается, что за бред стоит ровно с того месяца и того года, как я сделал свой первый фильм о Прибалтике. Какие именно фильмы снимала чета Курлаевых в Латвии, догадаться несложно. Достаточно взглянуть только на название. НАТО УВОРОТ. Для всех стран Прибалтики у кремлевских лизоблюдов один сюжет. Это ужасное гонение на русскоязычных. Теперь в Риге без знания латышского туристы из России не смогут заселиться в гостиницу или купить продукты в магазине. С ними просто перестанут общаться. Президент Латвии Раймон Вейн Вейонис утвердил закон, который уравнивает ветеранов, воевавших на стороне СССР и нацистской Германии. Каждая история пропагандистов непроизнесенный, но ощутимый вывод. Своих надо спасать из зла прогнившей Европы. В Латвии снова решили рассказать о том, как плохо жилось Прибалтийским республикам в годы, которые там называют советской оккупацией. Сэйм готовит проект, по которому детям будет разрешено давать только латышские имена. Решительный отпор страна «Скреп» получает не только на дипломатических, но и военных фронтах. Ударом ниже пояса для Кремля стало решение США предоставить Украине летальное оружие. США переступили черту, объявив о поставках вооружения на Украину. Еще недавно вся пропагандистская братья дружно вопила о том, что этому не бывает. А сегодня принялись истерить и пророчить эскалацию на Донбассе. Подобные шаги Вашингтона могут привести к новым жертвам на Украине. Однако эксперты заявляют, что такая поддержка США является мощным сигналом для РФ о том, что любая эскалация обойдется стране «Скреп» очень дорого. Напомним, мощный отпор РФ получила и в Сирии. В новогоднюю ночь российскую авиабазу «Хмимим» атаковали с воздуха беспилотники. Атака беспилотниками российской базы в Сирии – это провокация. По информации СМИ, погибло двое людей и уничтожено семь самолетов. Вторая атака произошла в ночь с 5 на 6 января. Разведка обнаружила врага на безопасном расстоянии. Все беспилотники были обезврежены еще в воздухе. И хотя по данным сирийских источников нападения организовала группировка «Джебхат Ан-Нусра», «Киселев ТВ» не стала блистать оригинальностью и тут же разыскала украинский след. В изготовлении беспилотников, которые атаковали российские объекты в Сирии, появился украинский след. Взрывчатку, которая использовалась во время атаки, невозможно было изготовить в кустарных условиях. Ее составляющие, в частности, производят на Украине. И в этих условиях говорить о том, что это именно украинская взрывчатка, но это нужно быть совершенно потерянным, просто презирать свою аудиторию. А это новогоднее обращение диктатора Северной Кореи Ким Чен Ина. Вся территория материковой части Соединенных Штатов в зоне действия нашего ядерного удара. Ядерная кнопка всегда у меня на столе. Они должны четко осознавать, что это не угроза, а реальность. И пока весь мир приходил в себя от бесцеремонного размахивания ядерной дубиной, хозяин Кремля решил похвалить кровавого товарища. У него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров. Он грамотный абсолютно, грамотный и зрелый уже политик. Похоже, что такие грамотные и зрелые в кавычках политики теперь единственные друзья все более скатывающегося в тоталитаризм кремлевского режима. В то же время весь цивилизованный демократический мир как может пытается защититься от влияния так называемого русского мира. Ведь последний сеет вокруг себя лишь коррупцию, войны и нищету. Смотрите далее в гражданской обороне. День, когда киборги вошли в историю. Героическая оборона Донецкого аэропорта. Как это было? Безусловно, пример на котором сегодня будут воспитываться поколения украинцев. Крепостничество 21 века. Железный занавес для жителей террористической ДНР. Подписал указ номер 363 о временном запрете выезда на территорию Украины работников государственной сферы ДНР. Гениальный бизнес-план оккупантов или заоблачная стоимость мобильной связи в Ордло. К слову, на днях у абонентов «Феникс» появилась возможность осуществления звонков на украинские операторы. Они киборги. И они простые украинцы. Пример нечеловеческого мужества и героизма. Уже три года, как в обороне Донецкого аэропорта, поставлена точка. Но та битва навсегда изменила нашу страну. Это повод гордиться сегодня украинскими вооруженными силами, в первую очередь, их героизмом, их профессионализмом. 25 мая 2014 года. В этот день в Донецкий аэропорт заходят боевики батальона «Восток». Ну вот, батальон «Восток» загрузился в КАМАЗ, полный КАМАЗ, и поехал наверх туда, к аэропорту. Буквально на следующий день бойцы 3-го полка спецназа из Крепивницкого при поддержке штурмовой авиации за несколько часов выбивают террористов и захватывают аэропорт. Перший пострел взрыв из даха у второго терминала наш снайпер. И в уличную снял наймец, который направил в ПЗРК «Игла» на летак Су-25. После этого украинские воины успешно удерживают аэропорт всё лето. В августе боевики получают «Грады» из РФ. И уже в сентябре начинается массированная атака. Аэропорт атакуют танками Т-72, миномётами «Тюльпан». По диспетчерской стреляют из противотанковых орудий. Пытаются идти на штурм спецназовцы из РФ. Украинцы методично отбивают атаку за атакой. Тогда же зарождается легенда о киборгах. «Я, блин, не знаю, кто защищает Донецкий аэропорт, но мы их три месяца выбить не можем. Пробовали штурмовать, нам таких вломили, мы отошли. Начали накрывать градами, они ныряют в подземные коллекторы канализации. Я, говорит, не знаю, кто там сидит, но это не люди, это киборги». Сергей Сергеев, блогер, передаёт слова террористов у себя на странице в Фейсбук. Едва ли не каждый день глава террористов ДНР Захарченко объявляет, что аэропорт взят. На самом деле боевики за месяц смогли продвинуться лишь на 500 метров. «Российская армия пыталась постоянно захватить аэропорт. Они пытались сделать, например, подарок ко дню рождения Путина. Захватом аэропорта к 7 октября. Положили там огромную массу людей». Декабрь 14-го. По приказу командования украинские воины взрывают старый терминал и отступают в новый. Начинаются ожесточённые бои. «Сейчас мы им дадим п***». «Видите, как всё сыпется». «Не менее 120-й Василькин. Танк». Уничтоженные в этих атаках боевики исчисляются сотнями. Только бойцов одного элитного спецподразделения «Вымпел» ФСБ РФ три десятка. Спецназ «Армавира» «Свитяч» и спецназ с Краснодарского края «Эдельвейс», которые буквально захватили старый, будем говорить, терминал. Потом мы их оттуда выбили, они понесли вот эти вот величезные втраты. 8 декабря, несмотря на шквальный огонь, киборги вывешивают на радиовышку украинский флаг. «Слава Украине!» «Героям слава!» К этому времени оба терминала практически полностью разрушены. Ненадолго противник затихает, а в начале января 15-го начинается новая волна атак. Эвакуировать раненых, подвозить продовольствие и боеприпасы удается только по ночам. Дорога жизни постоянно простреливается. 15 января боевики весь день обстреливают новый терминал из минометов и градов, а затем захватывают часть этажа терминала и используют отравляющий газ. Украинские киборги стоят насмерть. Ни кучка земли нашей украинской никто не отдаёт. Никто никуда не отойдёт и не сбирается. 17 января к украинским бойцам прорывается помощь. Следует серия контратак. А 19-го боевики вероломно взрывают перекрытие между этажами терминала. Аэропорт погиб в результате предательства. Потому что россияне просто пронесли взрывчатку туда, используя так называемое перемирие. И ещё раз показали цену всем своим заверениям, всем своим обещаниям. Утром 20 января террористы второй раз подрывают остатки терминала. Защищать здесь уже просто нечего. Часть бойцов эвакуирует, часть попадает в плен. Чем дальше мы будем отходить, скажем, отодвигаться от этого события, тем большим орёлом героизма, легендарности будут овеяны защитники Донецкого аэропорта. За 242 дня обороны Донецкого аэропорта украинские бойцы потеряли больше 200 человек. Было ранено около 500 бойцов. В плен попали 24 киборга. Потери российской стороны, по оценкам экспертов, составили 800 убитых и до 2000 раненых. Именно оборона Донецкого аэропорта показала, что украинская армия готова сдерживать одну из самых сильных армий мира, российскую армию. Тогда СМИ заговорили о том, что киборги выдержали. Не выдержал бетон. Героическая защита ДАП дала возможность взять под полный контроль Авдеевку, Пески, опытное, водяное, не допустить продвижения террористов вглубь страны. А главное, весь мир увидел, что украинцы готовы стоять за свою землю до последнего. О том, почему стоит защищать каждую пять украинской земли от заразы русского мира, лучше всего расскажут сами оккупанты. В своих же новостных сводках. Украинские спецслужбы в социальных сетях и в украинских СМИ активно распространяют фальшивый указ главы ДНР о временном ограничении пересечения отдельными льготными категориями граждан государственной границы ДНР. В январе 2018 оккупированными территориями Донецкой области ширится тревожный слух о новом железном занавесе. Местные СМИ уверяют, все это происки лживых украинцев. В администрации главы подчеркнули, что этот документ полностью сфабрикован. Однако очень скоро другие сепаратистские СМИ начинают цитировать указ о новом крепостном праве от Захарченко. Глава ДНР Александр Захарченко с целью обеспечения личной безопасности граждан республики подписал указ номер 363 о временном запрете выезда на территорию Украины работников государственной сферы ДНР. Указ буквально запрещает покидать территорию фейковой ДНР всем госслужащим. Аргументация у боевиков железная, чтобы избежать вербовки в террористы. Что только за 2017 год МГБ ДНР по подозрению шпионажа и государственной измене выявлено и задержано 246 лиц, из них 148 сотрудники государственной сферы ДНР. Вскоре соответствующий текст указа уже можно найти на официальных сепаратистских ресурсах. А еще через неделю царь все ДНР прерывает напряженное молчание. Поэтому закон назрел, указ точнее, и я считаю, он был своевременным. Это довольно все-таки улучшит ситуацию и террористическую, и вообще военных в стране. То есть все-таки не фейк злобных укров. Этот документ полностью сфабрикован. Врачи, учителя, любые работники бюджетной сферы по сути официально становятся рабами в так называемой ДНР. Происходит закрытие капсуализации так называемых народных республик, террористических Донбасса, ДНР, ЛНР. Они всячески сегодня, видим, закрываются от внешнего влияния. В администрации школ, детских садов и больниц террористы направили так называемые телефонограммы. Всех сотрудников заставили подписать бумаги об ознакомлении с указом. Они специально препятствуют сейчас выезду огромного количества людей из тех территорий. Потому что люди видят, что на свободной части территории гораздо лучше жизнь, лучше, безопаснее, богаче и так далее. Позвонила подруга, учитель младших классов. Плачет, не знает, что делать. В школе двое учителей пенсионного возраста написали заявление по собственному желанию. Скорее всего, она вынуждена будет тоже написать заявление по собственному желанию и уехать. Анастасия Селиванова, депутат Народного совета Псевдо-Республики ДНР, у себя на странице в соцсети. Запуганное боевиками население оккупированных территорий изливает свои страхи исключительно в социальных сетях. Гетто организовываете? Резервация? Негры в резервации дожились. Что дальше будет? По Оруэлу идем. Переписка жителей Ордо в социальной сети. 11 января 2018 жителей Ордло ждала еще одна шокирующая новость. На сегодняшний момент у нас не работает оператор сотовой связи МТС Украина, торговая марка сейчас Водофон. Последний украинский мобильный оператор перестал работать в результате повреждения кабеля. Как всегда, в Ордло обвинили Украину. Это был последний магистральный канал, который был разрушен под контролем вооруженности Украины. Очень скоро местные мобильные операторы «Феникс» и «Лугаком» начинают предоставлять услугу звонка на украинские мобильные номера. Тем временем устроить полную блокаду у киевских властей не получится. Жители ДНР все более активно переходят на «Феникс». К слову, на днях у оппонентов «Феникс» появилась возможность осуществления звонков на украинские операторы. Одна минута разговора у местного оператора на украинский номер стоит в разы дороже, чем звонок за границу. Около 5 гривен за минуту. И стоит также помнить о том, что когда ты покупаешь сим-карту в ДНР, то ты должен дать паспортные данные. И фактически такое вот отключение водофона и последующую регистрацию людей, которые хотят купить телефон, можно назвать такой своеобразной переписью населения. Восстановить связь украинский оператор пообещал еще 18 января. Если в так называемой ЛНР это удалось сделать уже 19 января, то в террористической ДНР решили не торопиться. Зачем это делается? Еще раз, чтобы отрезать от информационных потоков, всячески людей отвратить и вытереть у них, скажем, разорвать связь с остальной Украиной. На оккупированных территориях все больше опускается железный занавес. Теперь под предлогом борьбы с вербовщиками СБУ и с террористической ДНР запретили выезжать фактически всем, кроме пенсионеров. Выезжать имеют право пенсионеры, даже работающие. Вместе с закрытием границы украинские граждане в одночасье лишились и мобильной связи со свободной частью страны. Тишина в трубке и отсутствие индикатора сети. Пятый день без услуг украинского оператора Водофон. Ведь держать население в информационной изоляции, а заодно сдирать деньги с тех, кто все же захочет звонить по грабительским тарифам, вполне в стиле боевиков. Субтитры создавал DimaTorzok